И сегодня же в Петербурге говорили о планах русского географического общества на заседании его попечительского совета с участием Владимира Путина. Интересы наших исследователей в самых разных точках планеты. Одна из них в Антарктиде. В следующем году будет отмечаться 200-летие ее открытия русской экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. В самой холодной точке земного шара находится российская станция «Восток». Ее нужно фактически строить заново. И для этого уже создают рабочие модули, прокладывают маршруты и их доставки от побережья. А это 1400 километров. Обновленная станция сможет принять до 35 человек. В ней предусмотрен жилой блок, медицинский корпус, операционный, тренажерный зал, оранжерея. Готовность к 22-му году. На севере нашей страны начались экспедиции по заброшенной железной дороге Норильск-Уренгой. Ее строительство прекратилось в 1953 году. Но теперь началось детальное изучение того, что сохранилось. Опоры мостов, полотно, оставшаяся инфраструктура. В РГО считают, что этот проект может быть возрожден для освоения Сибири. А в Финском заливе, всего в 180 километрах от Петербурга, в районе острова Гогланд, ведутся работы по изучению затонувших судов. Одно из них, английское, находится на глубине 60 метров. На этих подводных съемках виден фрагмент его резной кормовой фигуры. Некоторые отсеки уже обследованы. Поднят груз уникальной керамики 19 века. Ее сегодня продемонстрировали Владимиру Путину. Впереди работы в главном трюме. Что там пока тайна. Такой, пожалуйста, не стану.